Девушки отдыхают У нас в гостях выпускница Петербургской театральной академии, которая, будучи студенткой, стала звездой советского кинематографа. Звездная роль принесла и не только всенародную известность, но также горечь обид и поражений. Удары судьбы не сломили эту сильную женщину. Одна из самых красивых актрис российского кино. Счастливая бесприданница и железная леди. Встречайте у нас в гостях Лариса Гузеева. Я сейчас стояла за кулисами, ждала своего выхода и мне тряслась страшно. И я поняла. Знаешь, я так же нервничала, когда поступала. Вот такое ощущение, что у меня сейчас какой-то тур предстоит. Или отборочный, или там последний уже. Вот так страшно, да, не думала, не думала. И что было на туре, кстати говоря? Правда ли вот такая легенда ходит про тебя, что ты обрилась наголо, чтобы не быть похожим на тех длинноногих, красивых девчонок, которые поступали с тобой вместе, а потом учились? Ну, во-первых, красивее меня не было никого. Это понятно, это вообще никто не осуждал. Это даже никто не осуждал. Поэтому дело было не в том, чтобы прямо никого не походить на длинноногих там и так далее. Нет, ну я была в студенческом билете, кстати. Ну не совсем на лысо, но волосы длинные свои, да, состригла практически. А зачем такой эпатаж сумасшедший? Вообще я вот не могу понять, я тоже сегодня ехала и думала, вот я вспоминала те годы, хотя я не люблю вспоминать прошлую жизнь. Вот я думаю, почему же мне так хотелось быть плохой девочкой? Вот мне хотелось быть плохой, Андрюш. Потому что я из приличной семьи, из учительской. Я не могу понять, почему мне хотелось всю вот молодость производить впечатление плохой девочки. Вот типа полюбите меня вот такую плохую. Мне вообще кажется, что молодость – это вот такой отрезок возрастной, у очень многих, когда все в каких-то масках, вот такие все ненатуральные. Вот самый фальшивый период, мне кажется, лет до 25. Потому что я помню, я все время изображала что-то из себя, и чаще всего это была какая-то гадость. Вот я уже помню, училась в институте, жутко захотела выпить одна. Я запрошла в ресторан, и мне как-то было стыдно, что-то я вдруг молодая девушка, сяду и закажу водки. И я заказала водки, подошла официантка, и я говорю, знаете, у меня умер ребенок. И заплакала. С чего вдруг? А потом выпила я, и забыла причину-то, в какой я пришла. И развеселилась так. И думаю, что они с ужасом выстрелили все скупки. И смотрят на меня с каким-то ужасом. Я думаю, ааа, вот дура какая. Почему вдруг возник театральный институт? Знаешь, вот я еще раз говорю, что я вот всю юность, ну я и в детстве, наверное, тоже, я что-то все время из себя изображала. И в какой-то период я изображалась так, что стала себя ловить на мысль, что мне стыдно перед людьми и неловко. Вот эта грань, когда ты фантазируешь и врешь, я поняла, что она стала стираться. То я вдруг себе изображала, что я полька почему-то, то глухонемая. Вот в жизни, да. Вдруг ко мне там подходили, спрашивали, который час, а я... Почему? Я поняла, что этот... Нужен какой-то выход. Я просто стала такая вружка. Кто тебя воспитывал и как ты росла? Понимаешь, это сегодня, наверное, мы очень много уделяем времени детям и, как говорят мои дети, много паримся над их воспитанием. Понимаешь, моя мама работала в две смены в школе и... Она была педагогой. Да, очень много времени не уделяли родители. Они так упахивались на работе, что, в общем-то, дела до нас не было. Вот я, например, сегодня рассказываю маме, она говорит, прям ужас какой-то, она говорит, ты на себя наговариваешь, не может этого быть. Потому что сегодня она ставит меня в пример моей двоюродной сестре, которая... Она говорит, вот Лариса в твоем возрасте. Я говорю, мама, я в ее возрасте курила, материлась. Я говорю, мама, ты не знаешь, ты не знала меня маленько, потому что все было дозировано тебе. То есть я, подходя к порогу дома, стирала себе ресницы, причесывала волосы, заедала сигарету, чтобы не пахло. Я говорю, ты только знаешь то, что я хотела, чтобы ты от меня... Как мама относилась к твоим школьным ухажерам, что она им двойки ставила или тройки? А вот ты знаешь, я же на Урале росла. Я была нелюбима мальчиками. Потому что я была... Сейчас, наверное, трудно поверить, глядя на меня, но я в инсту поступала весила 45 килограмм. А в 10 класс я заканчивала весила килограмм 38. Я была такая тощая. Это не годится. Меня дразнили скелеты. Для Урала это не годится. Да, дразнили скелеты. Я влюблялась безумно. Моя мама была классной руководительницей. И в 9 классе пришел такой мальчик Юра. У него были небесного цвета голубые глаза, длинные волосы и синяя олимпийка. Вы сейчас не знаете, молодые, что это такое. Но это как сегодня, не знаю, там, Мерседес. И вот он пришел, я помню, была линейка 1 сентября. И я поняла, что моя вот какая-то основная жизнь закончилась. Я умирала. Вот такие длинные ресницы. Ну, красивые невозможно. Я писала письма, ему тогда было модно, такие треугольнички. Я ему писала там, дорогой Юра, это вот Лариса там из 8. А вот как я тебя люблю про ресниц, а ночью, рыдая, я вела дневник. Вот там Юрка посмотрела на Гальку и все в подробности. Глупость такую. Прочитала потом, думаю, ой, какая была дура. И когда он понял, что я, значит, ему писала эти письма, он меня подкараулил возле школы и излупил меня. Обозвал всякими последними словами. Сказал, чтобы я больше не писала, потому что он любит Галю. Вот с такими тетьми. Все-таки вот ту Галю. Да, но прошло лет, ну, чтобы не соврать, лет 15, наверное. Я уже жила в Ленинграде, уже снималась, много уже знали. И я помню, я ехала в 101-м автобусе из Оренбурга до того места, где я живу, пригород. И, о боже, я увидела вот Юру. Он стоял на месте рядом с водителем. Значит, такие пропитые худые ножки, ручки, засаленные таки на антипопе, штаны такие правейшие, длинные волосы. Антипопа, это я запишу сейчас. Такие черные ногти. Я же вжалась в это сиденье. Думаю, ну, глаза красят. Думаю, какой-то ужас, без зубов, такой, знаешь, вот высохшее лицо, коричневое. Думаю, какой кошмар. Взглядами встретились, взглядами встретились. И, конечно, мы с ним вышли, там, купили бутылочку, сидим и, знаете, что он сказал. Какой, говорит, я был дурак. А у человека, говорит, женился на тебе, жил бы в Ленинграде. Представляешь? Вот на этом вот такая моя первая любовь закончилась. Скажи, то, что было чуть-чуть позже, ребята, я не знаю, помнят или знают, может быть, понаслышке, что такое был Сайгон на Невском проспекте. Это было место, где встречались интересные довольно люди. Вот твоя Сайгоновская компания, это тоже некая форма протеста? Никакого протеста не было, потому что я приехала провинциально плохо образованная как бы девушка в том смысле, что я Солженицына прочитала уже когда училась в институте. Поскольку моя мама преподавала коммунизм, я жила в прокоммунистической семье. Я никогда не была диссиденткой, я даже знать не знала, что такое. А в Сайгон ходила? А куда такой красивый был еще ходить в Ленинграде? Может быть, кто-то не знает, что такое Сайгон. Ларичка, посмотри, это хороший твой знакомый. Давайте посмотрим пленку. Там были все. То есть там были и поэты, и писатели, и художники, и музыканты, и бандиты, и спекулянты книжные, кто угодно. В общем, клуб по интересам. И, соответственно, заходя туда, вглядываясь вдаль или вблизь, я кого-то замечал. Будь это Гребещуков, Курехи или кто-то с ними. И, соответственно, происходили определенные знакомства. Тогда, когда мы встречались в Сайгоне, не было ни дисков, ни материала о группах каких-то. Вообще ничего не было. Мы все это вырывали из ровесников каких-то, слушали BBC, еще что-то такое делали. Ходили на толкучки, нас вязали за спекуляцию. Сейчас все есть, короче говоря. А тогда ничего не было. Вот и все. И поэтому все жадно все ловили. И воздух ловили, и вызов делали. Булавку нацепишь. Панк, все. И за нее вязали тоже. Если ты не остановишься, как я, допустим, конкретно, я пил достаточно сильно и достаточно много. Вот, я бы давно, у меня бы не было бы, понимаете? И вот те люди, которых нет, они, в общем, и ушли. Вот, которые остались, они с этим делом прекратили и с алкоголем, и с наркотиком. Потому что поняли, что жить-то вроде бы хочется. Ну, вы знаете, я что вам хочу сказать? Вообще было принято быть образованным. А, во-первых, у всех было университетское или институтское образование, кто там был. Тот же Курехин, тот же Борис Кребенщиков, по-моему, у него математический был факультет, или физический. Вообще модно было быть умным, образованным, много читать, потому что говорили именно об этом. Конечно, были и наркотики, конечно, был портвейн. А все это было. Но если ты был глупый, или там вот такие девочки-однодневки, которых даже было дурным тоном привести, познакомить, ввести как бы в это общество. Потом в музее Достоевского, допустим, диссиденты тогда, писатели, читали свои произведения, которые нельзя было напечатать. То есть, в общем-то, там были интеллектуалы, талантливые люди собирались. Но ни у кого из тех людей, которые собирались, писали, играли, разговаривали, в голову не могло прийти такое определение страны. Вот сейчас во мне не вот этот патриотизм. Никому в голову не могло прийти обозвать страну, в которой мы жили, совок. Я ненавижу это определение. Никогда ни от Гребенщикова, ни от Курехина покойного, ни от Курехина. Никогда. То есть, настолько презиралась эта власть, что о ней вообще говорить было ниже достоинства. То есть, писали о чем угодно, играли что угодно. Играли, слушали западную музыку очень сильную. Genesis, Yes, Led Zeppelin, все это знали, слушали. Но никогда не злобствовали, никогда не проходились, потому что были все выше. Никто, как сегодня, не бил себя в грудь и не кричал, типа, долой там и так далее. Все было более талантливо обставлено. То есть, они своим творчеством показывали, что они не здесь. То есть, мне кажется, что если бы жиродились и жили в Америке, то они бы были и над той властью, над всем этим бытом, над всей этой пошлостью, потому что более всего, допустим, они презирали пошлость, косность ума, стереотипы и так далее. Но это был такой интеллектуальный протест, потому что люди имели такую основу. Они так много знали, они так много... С ним было так интересно. Как ты совмещала Моховую и Сайгон? Я очень жалею о том, что я много пропускала занятий в институте. Все время врала. Что у меня, то один умер, там, дядя, тетя, бабушка. Я всех перехоронила, даже папу, прости господи меня, чтобы как-то оправдать. Мне было, кажется, стыдно, потому что училась я плохо. Я не была хорошей ученицей. Я училась плохо. Что плохого, что хорошего? Если в двух словах вот Сайгоновский период описать. Выпивали мы много. Да, это не есть хорошо. А вы знаете, ну вот поскольку сейчас сидит здесь много молодых и студентов. На сегодняшний день, правда-правда, вот у меня двое детей растет, сегодня больше возможностей себя реализовывать. Сегодня есть больше мест, где ты можешь себя занять. А в то время, когда мы жили, слава богу, у меня был Сайгон, но выпивали от безделья, вот от какой-то такой экзальтации, что тебя переполняло, но кроме занятий, где, в общем-то, было чаще всего и скучно. Ты себя не мог никуда деть, поэтому собирались, но мы не пили тупо, мы сидели, общались там, но, к сожалению, часто. Ну вот, поэтому я хочу предостеречь, ничего в этом хорошего нет. Сегодня есть какие-то фантастические клубы, сегодня можно заняться языками, можно путешествовать, сегодня можно заработать деньги и на эти деньги поехать куда-то, путешествовать, смотреть мир. А когда мы были с тобой молодыми, ну, заработал ты и пропил, делать было нечего. Вот я считаю, что это было плохое. Ну, хорошо, что я не сломалась, хорошо, что я выжила, но я вам могу пальцев не хватит на руках и ногах перечислить тех, кто сломался, будучи студентами этого же института, и которые подавали замечательные надежды. Это меня бог просто, наверное, сказали, что такую дуру, дай я ее спасу, дай я ей не дам, не знаю, погибнуть. Мы перейдем сейчас к твоей звездной роли. Являлась ли тогда эта роль некой спасительницей для тебя? Ларису Беспредальницей, я имею в виду. Уже я заканчивала. Вообще институт, это был выпуск. Мы играли в спектакль, и я знала, что у меня уже были одни пробы в Москве, и Рязанов приехал с Алисовым, с оператором, на «Фан-Фан-Сюльпан», где меня сняли с главной роли за прогулы, за то, что я бездарно это делала, не знаю. И у меня была маленькая роль камеристки. И я знала, что Рязанов с Алисовым приехали смотреть, какая я на сцене. Но я не была уверена, что меня Пьюрху твердило, то есть я абсолютно была неуверена. И наши девочки-отличницы, которые играли главные роли, все время мне подкалывали, говорили, ну иди к Гузе, вдруг тебя увидят и возьмут. Я это тоже помню, я все помню. Когда уже эта картина снималась, и она заканчивалась, я думала, ну слава богу. И я так радовалась, дурочка, в банкете, посвященном последнему съемочному дню. И мудрая Нина Скубина, жена Рязанова, сказала, дурочка, что ж ты так радуешься? У тебя никогда в жизни больше не будет такой роли, ты понимаешь это? Никогда. А я радовалась, но по молодости, по идиотизму думаешь, что теперь у тебя всегда дальше Анна Каренина, Настасья Филипповна, там и так далее, по нарастающей. А на пробу ты пришла в рваных джинсах? В рваных джинсах, курила Беломор, с длинными волосами у меня были вплетены деньги, волосы. И Рязанов сказал, ну вот же пришла Лариса. Нет, он меня в таком беспределе не видел, но видел уже после пробы, когда я зашла к нему в кабинет, и я была в тех же самых джинсах ужасных, в майке, была худая, как собака. Он сказал, тебе надо поправиться, надо поправиться. Поправилась? Отправили меня к маме, но я как не в себя все это ела, но сгорала, я же была такой нервной девочкой. И когда мне позвонили и сказали, что я утверждена, я настолько не верила, уже потом пришла телеграмма, что я просто не верила, что это... Давай посмотрим видео. Зачем вы здесь? Я здесь, чтобы отомстить. Самое тяжкое оскорбление для меня это ваше покровительство. Ах! Вот как! Кнуров с вышиватым мечут жребий, кому вы достанетесь? Они смотрят на вас, как на вещи. Я вещь. Наконец-то слово для меня найдено. Я вещь, я не человек. Уходите. Каждая вещь должна иметь своего хозяина. Светлана Кричкова, блистательная петербургская актриса, назвала тебя пачерицей, а не дочкой. В этой картине почему так? Мама мне в каждом письме писала. Главное, всех слушаться. Вот, быть хорошей девушкой, всех слушаться. Ну, что я знала тогда о кино? Для меня хлопушка, которая хлопала, была начальницей. Ну, все. Я помню, когда ко мне пришел второй режиссер, старший меня, годясь мне в отцы, и начинал мне рассказывать, какая я должна быть беспреданница. я сидела, бледнела, рыдала, извинялась все время, да извинялась до тех пор, пока я не собрала чемодан, и решила уехать просто. Никита Михалков меня в лифте сказал, ну, кому ты что докажешь? Я говорю, я так больше не могу. То есть, когда у меня лопнуло терпение, я не понимала, я не ориентировалась, потому что у меня не было даже эпизода в кино работать. Знаете, как сегодня вдруг ты снимаешься у Спилберга, с тобой Николсон, Мерилл Стрип и так далее, ты все равно потеряешься. Это было естественно, что я потерялась среди них. Конечно, я стеснялась. Вот были сцены, когда я вдруг тупела, смотрела в пол, как барана, и не могла сдвинуться. Не могла сдвинуться. И говорила, да, да, не будет, да, вот так. Понимаешь, просто нужно было взять, пока Никита Мудрый не отвел меня в сторонку и на пальцах не объяснил про систему Станиславского, про камеры, про крупные планы или про что. Я, например, на общем плане играла так, как играют на крупном, со слезами. Это все. А они смеялись, допустим, говорили. Вот такое делали, понимаешь? А я прямо вот, губы дрожат, и я же вся нервная. Потом не надо забывать, что Лариса беспредельная, совершенно не я. Я по-другому ходила, я по-другому двигалась. Я могла ударить, допустим, в жизни. И играть совсем не себя, а вот такую вот трепетную девушку. Это был характер, который я придумала, и я это играла. Понимаешь? Но были сцены, когда мне нужно было потихонечку сказать, ну не переживай, а не стоять вот так. Долго еще ждать, понимаешь? Я говорила, долго. Ну, в общем, надо было немножко поласковее, что ли, или как-то мне сказать, не бойся, ты хорошо это сделать. Рязанов-то сам руководил этим процессом? Бесконечно благодарна Ильдару Александровичу, бесконечно. Я все время говорю, мама дала мне имя, а Рязанов фамилию. Потому что, если бы не было жестокого романса, а, допустим, был второй мой фильм «Соперницы», то он бы был моим первым и единственным, потому что это был беспредел. Я благословляю Небо, я благословляю Рязанова, что он меня взял на эту роль, что я ее сыграла. Вот этот удар по голове с славой, популярностью, когда все это льется на тебя, помимо потоков брани со стороны критики, народная любовь была сумасшедшая? Значит, первый, самый первый день, когда я пришла сдавать там какие-то в простыне в общежитии, там что-то такое, чтобы получить диплом, значит, висела огромная моя фотография там, где рюмочная, куда мы бегали, на Маховой. Бегли, бегли. Висела моя фотография из жестокого романа, значит, у меня были нарисованы вот так вот слезы, карандашом, черные зубы вот так вот были два, и папиросы нарисованы были. Ну, я не скажу, что еще было написано дома. Написано, курение вредит вашему здоровью. Вот, и потом, ну, и потом, знаешь, никто же не хвалил, все так говорили. За что этой пик-пик все с ее манерами, за что я это? Ну, так это и есть, слава, Лариса. Я много лет слышала, за что и все. Вы видите, как она ходит, а у вас слишком разговаривает, за что я это, за что ей. Критика оценивала негативно, многие какие-то позиции твои роли. Да, тогда же, кроме Никиты Михалкова в советском экране никто из меня не заступился. Всем хотелось какой-то игры необыкновенной. Почему у меня нужно было спросить с Равницкой-Миссаржевской, с Алисовой? Ну, не знаю, не хочу. Скажи, как ты самооцениваешь эту работу свою? Конечно, есть куски, где я сейчас смотрю, естественно, я же здоровый человек психически, у меня же нет дури сидеть на себя и прям... Я понимаю, как я здесь правильно существую, вот как правильно. А вот здесь, думаю, боже, глаза бы мои не глядели, просто какой-то кошмар, что за танец, просто идиотка какая-то, что я с лицом здесь делаю, что я здесь хлопочу так. Конечно, если бы это была хотя бы моя вторая роль. А тогда пришла одна актриса, я же была... У меня были в полы щеки, то, что сегодня добиваются, допустим, актрисы, вырывая себе зубы. У меня была очень красивая овала лица. И эта актриса сказала, «В этой девочке малой русскости, надо ей щечки белым покрасить». Я думала, так надо. Старшие, говорят, замазывали белым. Все раскрыть невозможно. Потом, значит, она сказала, «Малой русскости, и мне нужно было брови». Мне высветлили, сделали рыжие брови, как высветляют. Не кажется ли теперь, что ты стала заложницей и этой роли, и этого успеха? На какое-то время, да, потому что я даже злилась, когда мне говорили, что у меня уже 10 ролей, а вы мне все про бестередальницы, не хочу я. У меня был такой... А предлагали что-нибудь подобное, хотя бы приближающееся к этому... Вторая картина должна была быть на студии Довженко накануне, где должны были родители играть Богатырев и Елена Соловей. Но мне один человек, очень известный, не буду его называть, сказал, вот не надо тебе сейчас сниматься. Опять костюм, опять это же время, эти же прически, ты должна на сопротивление. Я опять постриглась почти на лосо и сыграла вот с такими плечами, вот с такой вот талией, на этих спичках сыграла байдарочницу. Всем доказала. Потом я играла в каких-то фуфайках военных женщин, и Нонна Мордякова мне сказала, успеешь, успеешь в кирзовых сапогах находиться, не надо тебе, не надо. Вот эти губки твои потресканные, вот эти, поиграющие, один миг, вот не успеешь оглянуться, один миг, поиграй, потом успеешь. А я думала, я вам, знаете что, не просто там какая-то фотография, я вам артистка, я вам и спортсменку, я вам и торговку сыграю, понимаешь, с привоза. Мозгов не было и не было никому подсказать. Вот Мордякова сказала поздно, уже когда в молодости красота прошли. Давай посмотрим какое-нибудь радостное видео про тебя, может быть, тебе будет приятно. Самое интересное, что мы с Ларисой познакомились в период ее жизни, когда она была на пике популярности. Это, естественно, было время после жестокого романса, когда ее узнавали на улицах и, собственно говоря, она была героиней. Не забывайте, эта девочка, которая приехала из Сибири, она приехала в большой город, в культурную столицу и в этой культурной столице ее никто не ждал и она, безусловно, начинала свою деятельность еще. Насколько я помню, когда она училась в институте, в театральном, она жила в общежитии, условия, а после славы, которая на нее обрушилась неожиданно, ничего не поменялось. В общем-то и целом нужно было все строить, нужно было где-то жить, нужно было существовать и я видел это своими глазами. Она не чуралась никакой работы на Линфильме, это было время такого телефонного права, это было время, когда по звонку можно было решить массу проблем, но не только проблем житейского характера, но вплоть до получения ролей или утверждения в кинематографе как актрисы, личности и так далее. Но надо отдать должность, что Лариса могла воспользоваться этим неоднократно, однако этого никогда не происходило. Все в своей жизни она добивалась сама. Я снимала коммуналку, трудно играть звезду, королеву, а вечером приходить в коммуналку, где у тебя сосед лезет к тебе драться и потом приходит хозяйка этой комнаты со словами «Ну что, артистка, а я сейчас возьму и пик-пик тебя из этой комнаты, понимаешь, на ночь глядя». И вот она, это меня таки вы пик-пик из этой комнаты. И Наравлянский мне сказал «Приходи к нам жить». И поскольку мне некуда было возвращаться, я много очень снималась, потому что когда снимаешься, предоставляют гостиницы. И никто об этом не знал. Я всегда врала, я всегда была, одевалась хорошо, всегда были французские духи, жрать было нечего, но всегда было лучше всех. Я все время врала, что у меня супер все вообще. Ты не воспользовалась вот тем самым телефонным правом, о котором говорит Саша? Никогда, нет. То есть позвонить, сказать «Здравствуйте, Агузеева». Нет, меня возили зато за границу очень много, я объездила и весь земной шар. Значит, у меня были 5 долларов суточные. Потому что нас скормили, мы жили в 5-звездочных гостиницах, но денег не давали. Я курила всю жизнь, поэтому у меня хватало только на сигареты и на кофе, а хотелось что-то купить там братику, маме. И негде было жить, и никогда об этом никто не знал. Я всегда приходила на Ленфильм, и у меня было все супер. В жизни у тебя были две ситуации очень тяжелые, которые ты преодолела, трудно, но преодолела. Что это были за ситуации, если это не тайна? Не тайна. Ну, например, вот смерть моего бывшего мужа, уже после того, как мы с ним развелись. Я долго его хотела вытащить, он был наркоман. Но сейчас вот я вам просто, если вы кто-то мне доверяете хоть немножко, и младше меня, я вам хочу сказать, человеку очень трудно заставить делать то, что он не хочет. Наркоманы хотят быть наркоманами, поэтому не спасайте. Если это не ваш ребенок, уйдите в сторону, потому что нужно быть очень сильным, чтобы не поддаться и не стать вместе, это делать. Я не пробовала никогда. Никогда в жизни. Я выливала, выбрасывала, лечила. Но это надо иметь такой характер, как у меня. У меня не получалось. Много лет я пыталась, потому что это был замечательный человек, но им нравится быть наркоманом. Это все ерунда, когда они выпрошают. Я понимаю, что ты говоришь. Ты должна терпеть, потому что я болен. Нет, им в кайф. Это называется кайф. Им это нравится. Поэтому, Боже, вас сохрани. Есть ли где-то такая ситуация, и вы молоды, проживайте свою собственную жизнь и ложитесь спать о спокойной совести. Это не ваш крест, если это не ваши дети. Не ваш крест. Испытанием ты называешь те моменты, когда ты пыталась его вытащить или когда ты его потеряла, когда он ушел из жизни? Нет, когда он ушел из жизни, я уже с ним развелась. Я его любила очень. И как он меня любил, такого не было никогда. И я долго страдала, много лет, пока мой муж Игорь, сегодня золотой человек, пока он в Израиле не заказал какую-то специальную службу про него, чтобы я перестала видеть во сне, чтобы перестала терзаться. Потому что все равно чувство вины меня не покидало. что если бы я была рядом, что человек бы не умер. И я долго страдала, я мучилась, я сходила с ума, пока один священник в Москве сказал, «Деточка, у тебя мания и величие, ты очень много берешь на себя. Ты что, бог? Ты обыкновенная женщина». Потому что до этого ни психологи не могли... «Ты не виноват его смертью, ты его не убивала. Ты почему так казнишь себя? Ты никто, ты просто бывшая жена». И он говорит, «Ты прекрати, что это такое? Только бог, во власти бога, дать в жизни забрать ее». И я как-то так, да, да, поняла. Скажи и второе испытание, про которое ты упомянула. Не хочешь не говори? Андрей, я думаю, что через это испытание прошел и ты. Это наше поколение. Понимаешь, когда я на фестивале вижу, как молоденькие девочки выпивают стакан водки, когда в аэропорту я позавчера летела, вот эта бутылка из горла, из шампанского, это противно. И потом вот эти ходят молодые актрисы сериала, звезд сериала, шатаясь под кустами, вот эти... Ну, не надо, лучше даже не начинать, потому что кто-то может из этого, а кто-то их очень много не вышли. Ну, когда ты сказала себе, все, я не выпиваю? Трудно это было? Что? Ну, когда чуть не убили. Когда чуть не убили? Ну, когда чуть не убили, да, когда без копейки денег возвращалась ночью к метро, и за мной просто шли, это было понятно. Я увидела двух мальчиков, которые, обиральщики пьяных, обирают часы там. Понимаю, да. Ребята, наверное, сталкивались с такими бутылками. Что я никогда не выглядела вот такой синюгой, я всегда очень хорошо одевалась. И природа у меня казачья, видать, вот такая. Да. Я просто подошла к этим мальчикам и сказала, давайте я с вами пойду к метро, я знаю все, что хотите вы сделать, что хотят сделать те двое, которые сзади. Я такая-то так... Было страшно, и мы бродили часа четыре, они меня водили по Ленинграду, забалтывала. Было конкретно страшно. Ты сказала себе все, я больше не выпиваю. Да, актерское мастерство. Нет, я просто зашилась. Как это сказать? Я миллион раз говорила, что я не выпиваю, я выпивала. Нет, я просто зашилась, и все. Давайте мы познакомим нашу аудиторию с твоим мужем. Потому что его сняли. А как я мог выбирать? Между кем и кем? Первая красавица страны. Вот это... Дали добро, я побежал. Так что... Тут как-то это все зависело от нее, это с моей стороны только предложение было. Это выбирала она. Такие женщины сами выбирают себе мужей. Когда-то мы поехали в Израиль, и, значит, мы поднимались на Храмовую гору. Она сказала, что там очень хотела бы девочку. Я сказала, я тоже очень хочу девочку, и очень бы хотел бы увидеть Ларису маленькую, потому что я никогда не знаю, ну фотографии, они же ничего не дают. Знаете, как ни странно, это вот точная копия. По фотографиям сравниваешь, по поведению, ну по всему. Вот то, что я мечтал, я как бы четко сегодня вижу. Ребенка мы с ней родили, дерево посадили, дом построили. Все хорошо. Ты познакомилась со своим будущим мужем, когда тебе было 18? А ему 17. А ему 17. А брак в законный вы вступили? Когда мне было 39. То есть через довольно большой промежуток времени. А что тянули-то? Кто такой? Фу, мальчик. Анекдот тогда был популярный. Нравится? Копи деньги. Ну как так было, мне казалось, кто он и кто я? Вообще, где он и где я? Курехин, Гребенщиков, я не знаю. Вообще, такая жизнь у меня здесь. И вдруг мальчик, Плехановские институты. Я потом только сообразила, что он умнее меня в триллион раз. Энциклопедические знания, умница, золотой человек. А тогда я думала, боже, я говорю, мама, он же некрасивый. Она говорит, ну у нас красивая только ты. Ты ждала, буквально как в этом анекдоте, когда он накопит деньги? Нет. Ну я знала, что он существует, мы с ним периодически встречались, но я прям одолжение делала. Вот. Это ты делала, а сейчас что происходит? Скажи. А сейчас, правда, вот без любви без такой выходила замуж, честно говоря. А сейчас краше нет, лучше нет. Вот так бывает, наверное. Вот так бывает. Вообще, вот сегодня, на сегодняшний день, когда какая-то такая вот гадость, бацилла, когда мужчина стал рассматриваться как объект выживания. Я тоже была порядочная сволочь до тех пор, пока не родила ребенка. Для меня мужчина просто я вытирала ноги. Мне вообще жалко не было никак. Я не влюблялась, думаю, боже мой, какой, ой, ну на, ну давай. Понимаешь, не вытирала ноги. Пока я не родила ребенка. И как только я родила мальчика, я поняла, что мужчины тоже люди оказываются. Вот просто им бывает больно, их бывает жалко, они так же страдают. И ты знаешь, как только я родила сына, у меня все перевернулось с головы на ноги. Я стала наоборот мужчин жалеть. И мужчин жалеть, и понимать, и женщин. И сегодня, когда женщины выходят замуж, чтобы выжить, и они считают, что им только по факту их рождения мужчина обязан построить, купить, дать, содержать, дрожать на нем. Я так не считаю. Мне мужа жалко. Я ему говорю, хватит работать, не упахивайся. Мне его жалко. Не хочу быть богатой вдовой. Хочу, пусть отдыхает. Давай ответим на записки, которые тебе написали. Лариса, есть ли у вас собственный рецепт преодоления трудностей? Хороший вопрос. Вот я, кстати, детей так воспитываю. Во-первых, нужно сосредоточиться и разложить ситуацию, вот как драматург. Потому что другого нет. Я самый легкий выпить. На какое-то время это действительно, думаешь, фигня. Но не помогает это. Рыдать мне трудно. Я так могу только над фильмом вару слезинок. Не умею. К сожалению, такая психофизика, не могу плакать. К сожалению, не могу вот так по бабе разрыдаться и потом вот это все. Не могу. Вот просто садись и рисуешь. Вот это твой враг, Вася. Вот это я. Вот такая ситуация произошла из-за этого. Все, что касается, касается денег, карьеры, выгнали с работы. Ищите причину человека, который вы... Вообще причина. И просто раскладывайте. И раскладывайте, как бы вы посоветовали другому человеку вести себя. Вот действие. Вот нужно какое-то действие. И все. В любом случае не лежать, не страдать. Верите ли вы в судьбу, от чего зависит житейская сказка со счастливым концом. Верю в судьбу. Верю. Вот знаете, мне до сих пор кажется, что, во-первых, я никогда не ломилась ни в одну закрытую дверь. Вот если дверь закрыта, я думаю, ну и не надо, будет другое. Но мало того, я вывела формулу счастья. Я всегда любила то, что имела. Вот у меня была комната в коммуналке, я считала, что это лучшая комната на зимовом шаре. Клянусь, никогда не завидовала и думала, вот это мое, я всегда любила свое. Я люблю этого мужа, я люблю этого мамы. Никогда не надо смотреть, у кого-то красивее, худее, богаче, дом там роскошнее, дети отличненькие. Надо любить вот то, что у тебя вот есть сегодня, и ты будешь в кайфе. Я искренне это люблю. Правда? Правда? Нежное, красивое, удивительное, ранимое, мужественное. Женщина, которая сделала сама себя, преодолела все преграды. Женщина, которая вывела формулу счастья. У нас в гостях была выпускница Петербургской театральной академии Лариса Гудеева. Спасибо большое. Спасибо вам большое. И, Господи, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Я никогда в жизни не была такой искренней, как сегодня. Потому что я очень много сочиняю в интервью, очень много вру, потому что я не могу все время говорить журналисту, я это не комментирую, это моя личная жизнь, не вторгайтесь. Мне надо было идти в эту профессию, правильно? поэтому я защитить свою жизнь внутреннюю, личную, могу только какими-то такими маленькими завиралками. Я вам клянусь, я никогда в жизни не была такой искренней, как сегодня. Я сегодня вас не обманула, ни одну, вот даже ни на одну громучу, хотя превратится, грешится, люблю. Вот. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»